В детских садах и школах Самары продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. На территории всех образовательных учреждений действует обязательный масочный режим. Каждое утро на входе в группу родители встречают воспитатель. В его обязанности входит измерение температуры у ребенка. Информация заносится в специальный журнал. Родители могут помочь детям переодеться, но дальше порога группы им вход закрыт. Чтобы забрать ребенка домой, необходимо попросить воспитателя вывезти его в раздевалку. У нас в каждой группе имеются рециркуляторы воздуха. Они имеются и в медицинском кабинете, и в холле. То есть у нас существует определенный график, по которому включаются эти рециркуляторы. Помимо этого, каждые два часа мы проводим обработку ручек, выключателей, спинки стульчиков. То есть помощники-воспитатели знают об этом и каждые два часа проводят эту процедуру. Помимо этого, проводится проветривание. Если в течение дня у ребенка поднимется температура и появятся признаки заболевания, его изолируют от остальных детей в медицинский кабинет и вызовут родителей, чтобы те забрали его домой. На особом контроле и здоровье сотрудников детского учреждения. Каждый день перед работой они также проходят термометрический контроль. Все сотрудники прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Андрей Зуев водит в детский сад четырехлетнюю дочь. Говорит, к санитарным требованиям уже привык. Считает, что здоровье детей важнее этих неудобств. Кажется, что человек ответственный за свое здоровье. Да, соответственно, если он отвечает за свое здоровье, он отвечает за здоровье других людей. Поэтому тут исключительно должно быть осознание того, что человек принимает, скажем так, меры для того, чтобы сохранить здоровье себе и своему окружению. В самарских школах для соблюдения требований Роспотребнадзора организовано несколько входов в здание, чтобы развести потоки учащихся. Для исключения пересечения детей из разных классов на переменах для каждого предусмотрено свое время начала и окончания урока. Также теперь школьники учатся в одном кабинете, а учителя ходят по классам. Обязательно все, кто встречает детей, у нас есть дежурные члены администрации, дежурные педагоги, которые проводят термометрии на входе обязательно, смотрят, чтобы дети пользовались санитайзерами. У нас работают рециркуляторы, они всегда включены на каждом этаже. Перед началом каждого урока в кабинете проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. По графику включают рециркуляторы в классе. Во время интервала между первой и второй сменой учителя проводят санитарную обработку парт. Максим Магомедов, Сергей Баскин, События. Продолжение следует...